У вас вообще какие-то есть свои собственные политические влияния? Можешь сказать, что я правый или я левый? Я, очевидно, правый, но в привычном понимании, потому что я убеждённый сторонник либералистских ценностей, ну, в смысле о том, что человек важнее государства. Но мы же видим, что Ходорковский за те годы, которые он находится в заключении, он довольно серьёзно полевел. И мне это было совершенно непонятно, пока, собственно, я сама не столкнулась с тюремной романтикой. И вдруг неожиданно обнаружила себя в какой-то момент лимоновкой. Я утро левое, хотя вчера легла спать правым барзекалом. Я убеждён, что и Ходорковский свою карьеру сделал от того, что исповедовал правые взгляды. Да, безусловно. Ну, и я как-то чего-то там в профессии своей добивался только от веры в себя, от самоуважения, от того, что я считаю, что так вот можно делать. Я буду делать и буду предлагать вот такой формат, не знаю, документальных фильмов, программ, книжек, ещё чего-то. Это ведь очень важное такое качество в такой публичной профессии – сметь сделать шаг, сказать, не побояться, что что он несёт. Это иначе как либерализм не воспитывается. Я никогда не работал в амплуа. Я всё время делаю только то, что мне интересно самому, и пытаюсь вот этим интересом, ну, как-то заразить других людей, потому что всё-таки это должен быть эмоциональный продукт. Поэтому у меня вот только такой опыт. Но если бы Ходорковский был бы просто скромным комсомольским работником, то ничего бы не было. Или остался бы скромным инженером вот после своего Менделеевского института. Да, это всё-таки нужно сметь. Это нужно полагать себя вправе, выйти из колеи обычной жизни, пытаться делать карьеру, добиваться, самореализовываться, планку как-то задирать выше-выше, не успокаиваться на чём-то, прыгать выше головы. Это всё-таки свойство либерала. А вот скажите, пожалуйста, ведь вполне же такое возможно, что придёт несколько лет, и вас попросят снять большой фильм о Ходорковском. Ну, потому что он вышел, потому что что-то сменилось. Я могу и сейчас это сделать. Или сейчас. Какой у вас образ Ходорковского? Я понимаю, что его ещё, может быть, не думали, а может быть, думали. Вот он кто? Нет, честно не думал. Нет, я бы шёл бы не от образа Ходорковского, я бы шёл бы от образа времени. То я думаю, что это скорее бы должен был быть фильм, как я сейчас на это смотрю, про это время, про страну, про эти стандарты. Вот сначала этот арест, а потом вот то, а потом вот так, а потом вот эти внезапные миллиарды Байкал Финанс Групп, а потом Байкал Финанс Групп покупается, известно кем, а потом... Ну и так далее, и так далее. Да, вот как открывается замысел этого сценария, как вот это шло. Вот одна из сюжетных линий, совершенно очевидно, интересных. А вот как бы вы отнеслись к такой сюжетной линии? Ну такая она вполне известная, потому что тем более в русской культуре, русской литературе, просто классический самый сюжет. Пушкин Николай Первый, поэта-царь. Сталин Шостакович, пожалуйста. Путин и Ходорковский. Была ситуация, когда с властью, как с властителем дум в том числе, могли соперничать, соответственно, Пушкин или Новый мир с Солженицыным и Твардовским, или действительно Шостакович, и так далее, и так далее. Постановление о журналах «Звезда и Ленинград» принималось с такой силой, что казалось, что после разгрома гитлеризма следующий враг у власти, который есть, это вот два немолодых питерских писателя. Вот. Мы сейчас живем в другое время, когда единственным серьезным конкурентом власти является частный бизнес. Нет таких властителей умов, которые конкурируют с властью. Нет в наших условиях, нет масс-медиа, которые бы конкурировали с властью. Бизнес с властью конкурирует. Как обидно за мозги, как обидно за нас. Почему это другие мозги? Вот и все. Почему это опять-таки мозги? Просто другие. Вот и все. Это опять-таки мозги. Это опять-таки мозги против силы, так или иначе. И даже все остальные примеры, ну скажем так, не столь жесткие, как случаи Ходорковского и Лебедева. И все-таки Михаил Фридман упрямо, единственный в стране, не хочет спасать Олега Дерипаску. Как бы того не хотела власти. Вы не встретите, кто вот скажет мяу на то, что нужно спасать ГАЗ, Пикалева и прочее прочее. Оказывается, один вполне себе аккуратный в взаимоотношениях с властью Михаил Фридман, который определенно говорит, что если мы понесем убытки, завтра вы понесете нас. Но ведь как интересно, всегда следующее властное поколение становилось на сторону поэта, писателя. У нас сейчас следующее властное поколение является по скриптуму предыдущего властного поколения. В этом смысле никаких существенных различий мы пока не наблюдаем. Хотя то, что суд все-таки московский, а мог быть чеченским, тут видимо было какое-то властное решение, что нет, что вы теперь у прохожих на виду как-то теперь доказываете. Я знаю, что многие это считывали. Ну так считывается, потому что мы знаем, что подобного сорта решения они не могут обойтись без властной санкции. А вы же были знакомы с Ходорковским, разумеется, до ареста. И сейчас, раз уж интервью каким-то образом состоялось, то каким-то образом вы в суд ходите. Кроме того, что прошли годы, вообще он здорово изменился? Вы знаете, я ведь с ним опять-таки до дела, ну как, виделся два-три раза на каких-то там мероприятиях. Да, и было интервью в программе «Намедни» в проекте нашим с коммерсантом «Кому принадлежит Россия». Жизнь и судьба Михаила Ходорковского до того, как совершился арест, меня в общем почти не интересовало. И, конечно, и как для журналиста, он для меня не смекер, а после ареста гораздо большим стал. Ну и потом, как для человека, который живет в это время, ну ни Абрамович, ни Дерипаска, от того, что опять-таки сошлюсь, занимали первое место в Форбс. Но они так не влияли на мою жизнь. Последний вопрос задаю, отстаю. Ну, скажите, пожалуйста, как Вы считаете, а возможно такая яркая, большая, красивая русская судьба без тюрьмы? Ну, бывали большие, яркие, красивые русские судьбы. Я вот сейчас про Зварыкина делаю. Вовремя уехал просто. Ну, это приравнивается. Да, 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 это приравнивается, да, да. И он очень не хотел уезжать. Мучительно уезжал, и не хотел оставаться в Америке, не знал английского, уже в зрелом возрасте. Ну, красивая судьба, изобретатель кинескопа и иконоскопа из города Мурома, сделавший это все в Принстоне и Камдоне. Кстати, у Дарковского был выбор, термория эмиграции. Да, 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 и это было понятно, что его отпускали. Он был для всех удобнее, этот выбор. И так отпускали Гусинского, и было ясно, и так отпускали Березовского. И, в общем, фактически так отпустили Чичваркина. В общем, ну, ты вали, а мы уже там без тебя дальше допилим. И не мешай, только тут не станешь. Там можешь вякать, конечно, но так не особо, а то тоже на экстрадицию подадим. Это есть, это же тоже читается. Потом такое не бывает столько раз случайным. Мы это же все проходили. Да, конечно, это был выбор, несомненно. И тут вот, и это тоже очень важный вопрос для меня. Об этом бы стоило поговорить, но все-таки стоило бы поговорить тогда, когда на свободе будет. Потому что как-то вот, когда он там, задавать ему такие вопросы отсюда, я бы считал бы, ну, неэтичным. Подождем. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.